Здравствуйте! Вы смотрите программу «Де-факто» событий и происшествия Гомельского региона в материалах наших корреспондентов. Прибавил газу, получил письмо счастья. В Гомельской области начали работать стационарные датчики фиксации скорости. Закурил в постели, проснулся в больнице. Что приводит к пожарам и как с этим борются спасатели? А свод ломает трамплины. Почему на водоемах удвоенные меры профилактики и долгожданное открытие? Сотрудникам департамента охраны теперь есть где наращивать профессионализм и мышцы. Не переключайтесь, впереди только главное происшествие недели. Госавтоинспекция проводит на территории Гомельской области спецоперацию «Встречная полоса». Комплекс профилактических мероприятий будет проводиться до 19 августа. В первую очередь сотрудники ДПС возьмут под контроль наиболее аварийные участки автодорог региона. Не секрет, что именно летом увеличивается количество нарушений, правил обгона и выезда на встречную полосу. При неблагоприятных погодных условиях это приводит к печальным последствиям. За 7 месяцев 2015 года из-за нарушения данных требований произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. 7 человек в них погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. С целью нормализовать обстановку госавтоинспекция принимает жесткие меры. Наряды ДПС будут нести службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий по причине обгона, а также выезда на полосу встречного движения. Хотелось бы напомнить водителям, что такие нарушения относятся к грубым нарушениям правил дорожного движения. И за них предусмотрена административная ответственность. И водитель может лишиться права управления сроком на один год. В целях стабилизации обстановки на дорогах Гомельской области начали работать камеры фотофиксации. До этого они находились в тестовом режиме. Но с 12 августа всем нарушителям начнут приходить письма счастья. Датчик самостоятельно фиксирует скорость нарушения, время, дата, а также транспортное средство с увеличением регистрационного знака. И автоматически данные сведения обрабатываются через центр фиксации правонарушений. И владельцам транспортных средств направляются так называемые письма счастья. За сутки в Гомельской области всеми инспекторами ДПС в среднем выявляется около 300 нарушений скоростного режима. Одним только датчиком контроля до 600. Административный протокол с фотографией на память обязательно придет по почте, если водитель превысил разрешенную знаками скорость на 12 км в час. Если превышение не превысило этого значения, датчики контроля фиксировать госномер нарушителя не будут. Охота на лихачей была открыта в ночь с 11 на 12 августа. В регионе заработали 35 датчиков фиксации скорости. При этом никаких скрытых камер. А видеоконтроли ГАИ заранее предупреждают дорожные таблички. Госавтоинспекторы уверены, данные меры повысят уровень дисциплины среди участников дорожного движения. В суд передано уголовное дело о преступлении, совершенном футбольными фанатами. Задержанные обвиняются в хулиганстве против гомельчанина. Молодые люди ворвались к потерпевшему в дом и сбили, раздели и нарисовали на теле запрещенную символику. Шестеро из задержанных сейчас в следственном изоляторе, трое под подпиской о невыезде. Задержание нарушителей проводили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Вот какие комментарии нам предоставили в ведомстве. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гомельской области было задержано 9 фанатов футбольного клуба «Речица», которые относили себя к неонацистам, исповедовали фашистскую идеологию и в конце мая текущего года с особой жестокостью избили жителя города Гомеля. Как рассказали в управлении, 9 молодых людей, средний возраст которых не превышает 17 лет, ворвались в квартиру к потерпевшему неожиданно. На лицах хулиганов были надеты медицинские маски. В ходе хулиганских действий они его раздели, нарисовали фашистскую свастику на груди, написали ряд циничных надписей на теле. И после того, когда потерпевший стал кричать о помощи, пытался скрыться, все подростки разбежались. Представители так называемой «околофутбольной группировки» задержали спустя месяц после инцидента. Правоохранители смогли изобличить абсолютно всех фигурантов хулиганского поступка. Ими оказались фанаты футбольного клуба «Речица», которые ранее уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. В том числе за организацию в апреле этого года незаконного шествия по центральным улицам райцентра, а также нарушение общественного порядка, поджигание файеров и скандирование не совсем фанатских лозунгов. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до шести лет лишения свободы. Управление по борьбе с организованной преступностью поступает информация о деятельности так называемых «околофутбольных группировок». Однако мы их преступную деятельность пресекаем, и они находятся у нас под постоянным контролем. Спасли от верной гибели сотрудники Хоникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Подарили 60-летнему жителю райцентра шанс измениться и, наконец, перестать злоупотреблять спиртными напитками. На этой неделе мужчина снова перебрал алкоголя и не заметил, как устроил в доме пожар. Прибывших на место происшествия спасателей ожидала традиционная картина – задымленное помещение, обгоревшие стены и прожженный диван, на котором, по всей видимости, и закурил в нетрезвом состоянии хозяин дома. Однако, чтобы найти владельца, пришлось тщательно обследовать помещение. Погорельца обнаружили в одной из отдаленных комнат. Оказалось, что, услышав запах гари, он проснулся, скатился с дивана и хотел по-пластунски доползти до выхода, но перепутал направление. С 60-го года рождения нигде не работает, на учете нигде не состоял. Со слов соседей, периодически злоупотреблял алкогольными напитками. С предварительным диагнозом первой-третьей степени ожогов нижних конечностей был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей герспитализации. Жаркая погода стала поводом для усиления рейдовых мероприятий спасателями областной организации «Освод». В стране отмечается всплеск количества утонувших людей. Исключением не стала и Гомельская область. Зона повышенного внимания спасателей – неохраняемые пляжи. Цель – выявление и предупреждение фактов нарушения правил пребывания на воде. Для одних палящее солнце – повод отдохнуть на песочке. Для других – мобилизовать силы и удвоить усилия в борьбе за безопасность. Жара в этом году преподнесла немало нехороших сюрпризов отдыхающим. Факторы риска – увеличение отмели, изменение рельефа водной акватории пляжей. Вот посмотрите, посредине реки мы обозначили мель. Значит, слева от нас находится рыбак, который нарушает у нас все правила. Естественно, что человек, попав в какую-то яму, у него возможен летальный исход. Головная боль спасателей – самодельные трамплины. Встречаются такие экстремальные сооружения, как правило, вдали от зоны наблюдения «Освод». Но эти территории не остаются без контроля. Попробуем? По-моему, получается. Спасатели утверждают, только за последнюю неделю это уже третий трамплин, который пришлось разобрать на доске. Не все отдыхающие осознают, в чём заключается опасность самодельных конструкций. И не все согласны со свод. Эта конструкция сейчас останется либо лежать на берегу, где будет мой ребёнок идти, и, не дай бог, зацепится и сломает ногу. Однако профилактическая работа уже давно налажена. Вскоре после разборки на место отправляется дополнительный экипаж спасателей. На берегу не остаётся и следов от опасной конструкции. Очень приличная высота этого мостка и неизвестно, какая глубина. По заверениям тех людей, которые присутствовали, глубина в месте окончания этого мостка где-то около 2,5 метра. Ну, при его высоте 2,10-2,50 этого достаточно для того, чтобы получить травму. Травму шейного отдела позвоночника. Ну, самую страшную, которую можно получить при нырянии. Я видела, как дети это строили. Такие вот лет по 16 мальчики. Потом прыгают. Наши дети. Ну, не дай бог чего. Конечно, правят. На первый взгляд, меры жёсткие, но продиктованы они молчаливой и печальной статистикой. В этом году на водоёмах Гомичины погибли 28 человек. Пятеро из них – несовершеннолетние. Давайте матрас к берегу. Цивилизованные зоны для отдыха – охраняемые пляжи. За весь период их существования – ни одного трагического случая. Только с начала купального сезона около тысячи фактов спасения людей и почти пять тысяч предупреждений. Работа, асфот устраивает? Ну, да. Постоянно тут плавают. Как бы нормально, да. Между тем, многие любят отдыхать там, где малолюдно. Собираются компаниями, распевают, а потом жалуются на последствия. Ведь нередко теряют контроль не только над собой, но и над своими детьми. Многие родители просто-напросто никогда не задумываются. Я вот лично видел не единожды глаза мамы и папы, которые оплакивают погибшего ребёнка, которого мы достали. А мы их, бывает, достаем из тех глубин, которые нам по щиколотку. Так, на минувших выходных в Кармянском районе утонул 17-летний подросток. Вместе со своим другом по отмели он переходил реку Сож. На обратном пути ребята сбились с маршрута и, оступившись, попали в глубокую яму. Одному из них удалось выплыть, другому – нет. Немало в этом году также было случаев спасения людей именно при подобных схожих обстоятельствах. Когда они берут на плечи более малолетних детей, передвигаются вместе с ним по воде, точно не зная глубины. И в итоге оказываются в состоянии бедствия вдвоём, вместе с ребёнком. Каждому отдыхающему спасателя, как говорят в Освод, не приставишь. Люди сами должны заботиться о собственной безопасности. А для этого всего лишь нужно соблюдать элементарные правила поведения на воде. Новые условия для занятия спортом как фактор повышения уровня профессиональной подготовки. В Гомеле открыт физкультурно-здоровительный комплекс для сотрудников системы Министерства внутренних дел. Слёд в сияние, посмотри на небо, злой. Центр профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта принадлежит департаменту охраны и полностью был построен за средства ведомства. Самая активная фаза строительства пришлась на 2014 год. Вот в эксплуатацию нового спортивного объекта для милиционеров Гомельщины долгожданное событие. Во-первых, это позволит наращивать спортивный потенциал работников. Во-вторых, сэкономит средства на оплате аренды за спортивные залы и секции. Я вам открою маленькую тайну, что в период строительства этого комплекса неоднократно посещал этот объект. Почему? Потому что данный объект являлся довольно серьёзным объектом инфраструктуры. Современность соответствует требованиям 21 века. И то, что в этом комплексе будут заниматься не только сотрудники, но и ученики профильных классов, профильных классов правопорядка, дети, проживающие в ближайшем микрорайоне, те дети, которые относятся к семьям милиционеров, работников силовых структур. Это тоже, наверное, показатель современности этого здания. И те гости, которые находились на сегодняшнем празднике, вы видели счастливые лица этих детей. Наверное, вот это главный ответ на вопрос, современен ли он. Среди почётных гостей – руководство Департамента охраны, Министерство внутренних дел, представители местной власти и Гомельской епархии, работники правоохранительных ведомств Гомельщины. Объём проведённых работ и результаты впечатляют. На базе спорткомплекса имеются борцовский и тренажёрный залы, профессиональный зал для игровых видов спорта, кабинеты для тренеров и сотрудников, историко-демонстрационное помещение. Пропускная возможность в неделе – до 800 человек. Очень долго строили, но это необходимо. У нас в неделю будут здесь заниматься порядка только 750 человек наших сотрудников. Кроме этого, здесь будет функционировать секция «Юный динамовец», дети профильных классов, семьи сотрудников. Ну и перспективы будем рассматривать вопрос каких-то услуг для населения на платной основе. Планируется, что Центр профессиональной подготовки и служебно-прикладных видов спорта будет использоваться не только сотрудниками департамента, но и представителями других правоохранительных ведомств. Планы амбициозные – до воспитания чемпионов и новых звёзд Олимпийского небосвода. Это всё, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Дефакто». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова